Дом под номером 50 В уникальнейшей квартире, расположенной на третьем этаже, где один из владельцев дома, Митрофан Петрович Беляев, устраивал свои музыкальные вечера, на которых бывали известнейшие композиторы и музыканты того времени. Вот этот дом. Ну а как обычно, сначала мы с вами осматриваем фасад дома. Он был построен в 1884 году 56-летним академиком архитектуры Василием Федоровичем фон Геккером. Само здание пятиэтажное, вытянутое по всей ширине участка. Друзья, в этот раз мы очень кратко осмотрим богато декорированный фасад, решенный в стиле эклектики, иначе ролик затянется надолго, поверьте. Из фасада выделено три резолита, один центральный и два боковых. Главный парадный вход располагается по центру здания. Как же здорово, что сохранились оригинальные входные двери. В тамбуре под ногами обнаруживается терраццо с датировкой постройки этого дома. А еще во внутренний двор ведут две проездные арки. Левая арка действующая, а вот в правой, сегодня заглушенной, сохранились оригинальные чугунные ворота. Они сверху увенчаны инициалом владелицы дома Екатерины Яковлевны Беляевой. Со двора эта арка также закрыта воротами, но уже деревянными. Первый этаж оформлен объемным рустом. Окна второго этажа обрамлены наличниками и сверху украшены прямыми сандриками с венками под ними. Третий этаж среди остальных выделен тремя балконами. Окна третьего этажа арочного типа с чередующимися сверху треугольными и лучковыми сандриками. Балконы подвергались капитальному ремонту. Это заметно по советским ограждениям балконов. Над сандриками малых балконов располагаются картуши с сегодня еле различимыми буквами Е и Б, инициалами Екатерины Беляевой. Окна третьего и четвертого этажей центрального резолита объединены шестью каннилированными пилястрами, поддерживающими антаблемент. Капители пилястр коринфского ордера. Массивный карниз, завершающий дом, оформлен иониками, дентикулами и модульонами. Эх, сегодня фасад дома находится в условно-удовлетворительном состоянии. Конечно же, он требует ремонта. Померзнув на улице, заходим в главную парадную. Вестибюль декорирован довольно скромно. Его стены поделены на панели. Полы вестибюля выполнены в технике террасо с геометрическими украшениями. Давайте поднимемся выше. Лестничные ограждения выполнены из чугуна. Поднимаемся на третий этаж. Здесь нас интересует квартира, скрытая именно за дверью со множеством дверных звонков. Только представьте, что по этому вестибюлю проходили и именно в эти двери, например, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Владимир Васильевич Стасов, Александр Константинович Глазунов и многие-многие другие личности. Но, друзья, перед тем, как заглянуть в квартиру, давайте познакомимся с историей застройки участка под номером 50, на котором построен интересующий нас дом. Поехали! Современная улица Марата с конца XVIII века и до октября 1856 года называлась «Грязной улицей». Этимология этого названия, увы, не ясна, так как в те времена вряд ли эта улица была грязнее остальных. В 1856 году улица была переименована в Николаевскую, в честь почившего в Бозе императора Николая I. С 1918 года и по сей день улица носит имя французского революционера Жана Поля Марата. Сейчас и не представить даже, что еще в середине XVIII века здесь стоял лес и раскиданные тут и там слободки, заселенные людьми по профессиям. Каретная, свешная, кузнешная слободки. Почтовый двор. Позже на плане 1798 года на месте интересующего нас дома уже располагался пустырь. Спустя еще 30 лет, на следующем подробном плане Санкт-Петербурга на 1828 год здесь сохраняется все тот же пустырь с несколькими хозяйственными деревянными постройками на нем. Почти полвека как минимум с 1822 и примерно до 1868 годов участком владело семейство Аникиевых. В том же 1868 году пустой участок будет записан за частным маклером Василием Филипповым. И вот, начиная примерно с 1875 по 1917 годы точно, участок под номером 50 по Николаевской улице принадлежал семейству промышленников Беляевых. Отец семейства и основатель дела, потомственный почетный гражданин, купец первой гильдии Петр Абрамович Беляев, владел лесозаготовительным производством, а также кирпичным заводом, из продукции которого и был возведен интересующий нас дом. За два года с 1883 по 1884 годы на этом участке будет построен массивный доходный дом, записанный на супругу Екатерину Яковлевну Беляеву. После смерти отца в 1884 году старший сын Митрофан Петрович, увлеченным музыкой, оставит семейный бизнес, посвятив свою жизнь поддержке русской музыкальной культуры. Вот как рисовал его портрет композитор Николай Андреевич Римский Корсаков. Богатый торговый гость, немножко самодур, но при том честный, добрый, откровенный до резкости, иногда даже до грубости прямой человек, в сердце которого были, несомненно, даже нежные струны. Увлеченный музыкой и вводивший знакомство не только с именитыми композиторами и музыкантами, но и с начинающими, Митрофан Петрович уже давно знал, что они влачили почти все жалкое существование. Митрофан Петрович, человек дела, имеющий имя и громадный опыт, знал, как это положение исправить на пользу отечественной культуры. В июле 1885 года в реестр торговых предприятий Германии была внесена русская нотноиздательская фирма Митрофан Петрович Беляев в Лейпциге под руководством Франца Шефера. С 1884 года и до самой смерти Митрофан Петрович анонимно, через специальный фонд, поддерживал русских композиторов ежегодными премиями на общую сумму 3000 рублей. Эти премии присуждались от имени неизвестного доброжелателя. Даже ближайший друг Владимир Васильевич Стасов, которому было поручено проводить церемонию ежегодного награждения в публичной библиотеке, не догадывался о том, что доброжелатель Митрофан Петрович Беляев. К сожалению, Митрофан Петрович скончался 28 декабря 1903 года и только лишь после его смерти открылся истинный масштаб его деятельности. Друзья, более полную историю жизни Митрофана Петровича Беляева и про проведение Беляевских пятниц вы сможете самостоятельно найти и прочитать в сети интернет. Я вам дико рекомендую. Помимо Митрофана Петровича Беляева, из выдающихся людей России и впоследствии СССР, в этом доме с самого рождения в 1896 году и точно до 1917 года проживал Лев Сергеевич Термен. Физик, изобретатель бесконтактной сигнализации, создатель первого в мире электронного музыкального инструмента терминвокса. Если вы еще не знакомы с историей и судьбой этого человека, я вам рекомендую найти его историю здесь, в сети интернет и почитать. Ну а сейчас нам пора пройти в квартиру, в которой и собирался тот самый Беляевский кружок. Друзья, прошу вас воздержаться от резких комментариев в сторону хозяев. Все оскорбительные комментарии будут удаляться. Как удалось узнать, эта квартира, будучи еще коммунальной, была расселена в далеких 90-х годах. Из-за разных обстоятельств квартира долгое время пустовала. Сейчас квартира продается. Заходим, затаив дыхание. Первое, осмотрим гостиную, выходящую своими окнами во двор. Здесь сохранилась закрашенная светлой краской угловая дровяная печь, в нижней ее части оформленная балясинами. Как удалось выяснить, печь была изготовлена на заводе товарищества Сильвиус Болеславович Лукашевич и компаньоны. В навершии печи устроился декоративный вазон с языками пламени. Осмотрев эту комнату, переходим в следующую. Вот она, главная комната квартиры в четыре окна. Эта гостиная была оформлена по личной задумке Митрофана Петровича Беляева. К сожалению, нашлась только единственная фотография убранства этой комнаты. Жаль, что именно та печь, запечатленная на снимке, не сохранилась. Да, сегодня эта часть некогда большой квартиры находится в забвении. Надеемся, что это ненадолго. Падуги украшены фистонами, а в угловых картушах разместились портреты композиторов из разных эпох. Например, в этом картуше размещен портрет немецкого композитора Франца Йозефа Гайдена. Кстати, в том месте стены, где располагалась печь, можно обнаружить кирпич собственного производства, завода Петра Беляева. В угловом картуше по правую руку размещен портрет еще одного немецкого композитора и пианиста Людвига ван Бетховена. В картуше по центру комнаты устроился портрет русского композитора Михаила Ивановича Глинке. В следующем портрете, уже четвертом по счету, узнается австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт. Когда-то в этом главном зале по бокам комнаты располагались одинаковые печи. За навершием сохранившейся печи спрятался портрет еще одного немецкого композитора Кристофа Вилебальда фон Глюка. К сожалению, в советское время эта квартира была коммунальной. По оставшимся следам на потолке можно было представить, как она была поделена. Увы, шестой портрет отсутствует. На его месте в советское время находилась комнатная перегородка. На потолке этой комнаты разместилась слепная розетка. Но, увы, ни в одной из комнат не сохранился паркет. Видите ли вы проем, сегодня частично закрытый фанерой. Когда-то здесь был устроен выход на балкон. Осмотрев главную гостиную, проходим в следующую комнату. Но какая же здесь разместилась печь? Это просто атас. В нижней ее части, по краям от топочного проема, расположились девы. Одна из них держит в руках венок и тирс, а другая – рог изобилия и цветы. В топочном проеме сохранился латунный подрамник и другая металлическая арматура. Навершие этой печи такое же, как и у печи в первой гостиной. Детализация лепного декора на потолке в этой гостиной гораздо лучше. Такое чувство, что когда-то здесь проводили реставрацию. По ощущениям, эта комната ну очень уютная. Кстати, совсем забыл рассказать о рояле, стоящем в главной комнате. Рояль производства фортепианной фабрики Карла Михаила Шрёдера, располагавшейся на петербургской стороне на современной Петроградской набережной. Но неужели это тот самый инструмент, на котором до революции играли известнейшие музыканты столицы, России, мира? Скорее всего, рояль в этой квартире стоит не просто так. Вероятнее всего, это предмет охраны, то есть обременения для квартиры. Бегло осмотрев этот запыленный музыкальный инструмент, проходим в последнюю, четвертую гостиную. Комната довольно просторная, окнами выходящая на улицу Марата. Здесь также сохранилась наугольная дровяная печь. Печь облицована белыми израстцами с размещенным по центру декоративным украшением-вставкой. Навершие печи украшает пара купидонов-амуров, поддерживающих картуш. Когда-то, до революции, хозяйская квартира занимала большую часть третьего этажа. Около печи мы видим заглушенный проем, ведущий в следующую часть квартиры, ныне принадлежащую другим владельцам. Потолочный декор этой гостиной довольно богатый и массивный. На потолке можно различить следы перегородок. Ох, что ж, друзья, вот мы и познакомились с очередным бывшим доходным домом и частью уникальной квартиры, в которой зарождалась история музыкальной России. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Но, увы, наступило время покинуть этот дом. Какой вывод можно сделать из всего увиденного? Дом находится в ожидании ремонта его фасада. Он ему крайне необходим. Та часть квартиры, в которой проходили музыкальные вечера Митрофана Беляева, сегодня продается. Лично я очень надеюсь, что найдется тот самый настоящий ценитель уровня мецената, который купит этот артефакт и восстановит историю семейства Беляевых. Благодарю вас, друзья, что вы посмотрели этот ролик. Он был снят благодаря в том числе и вашим пожертвованиям. Вдруг, если вы пожелаете помочь мне со следующим проходом в историческую квартиру, то ссылка на номер моей карты будет в описании. Друзья, ну вот и закончился этот ролик. Если он вам понравился, то, конечно же, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на мой канал. Но если вы любите больше читать, чем смотреть, то, конечно же, для вас будет оставлена ссылка в закрепленном комментарии на мой Яндекс.Дзен. Ну что ж, до новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok